Здравствуй, Масленица! Традиционная растяжка у входа в парк 1 мая весело зазывала любителей народных гуляний в воскресный день. Несмотря на туманную погоду, жители Бересте спешили поучаствовать в веселом каидоскопе традиционных забав и конкурсов. Благо, масленичная программа это позволяла. Выступления народных коллективов на трех сценических площадках, конкурсы по метанию валенок, танцы, игры для детей. Не обошлось и без смелых парней, которые под громкое улилюканье забирались на высокий столб сорвать заветный приз. В общем, было где разгуляться. Мне кажется, сколько лет я здесь живу, в Бресте, 78-го, я вам скажу честно, вот настолько есть приятная организация, которая, в принципе, знакома с чем-то новым. Все нравится, и танцы, и песни здесь, и все организовано хорошо, и молодежь такая хорошая, все. Как вам организация Брестской масленицы? Хорошо, хорошо. На уровне. Да, очень хорошо, все понравилось, все, ребенка покатали, и на ослике покатали, и на паровозике. Ей на каруселях покатали. Очень довольны. Да. Да. А какая же масленица без блинов? По традиции, встречать этот праздник принято именно с этим блюдом, которое должно быть на каждом столе каждый день в течение всей праздничной недели. Поэтому и в парке нашлось немало мест, где можно было полакомиться блинами на любой вкус. С топленым маслом, со сметаной, с медом и вареньем, с рыбой и икрой, и даже с мясом. Неудивительно, что у многих берестейцев масленица ассоциируется с блюдом, символизирующим собой солнце, а вместе с ним и приход долгожданной весны. Люблю масленицу. Всегда, каждый год я хожу на масленицу. А блины не ем. Блины я дома делаю и берем с собой блины. Праздник нравится, потому что праздник народный. Каждый год он такой красивый, праздничный. Много шаров, много цветов, веселых лиц. Настроение хорошее. Мне очень нравится масленица. А за что она тебе нравится? Потому что можно повеселиться, покататься на аттракционах. Судя по неиссякаемому потоку гостей и жителей города, которые с удовольствием принимали участие в одном из самых любимых праздников накануне прихода весны, можно смело сказать, начало масленичной недели и День защитника Отечества удались на славу. Осталось только пожелать, чтобы и остальная неделя прошла задорно в них масленичных забав и атмосфере уже весеннего настроения. Я всех поздравляю мужчин с сегодняшним и женщин тоже, потому что куда мужчины без наших женщин. С замечательным днем, Днем защитника Отечества. Всех молодых людей, чтобы они помнили и никогда не было той войны, которая нам столько принесла беды. Мне тоже этот праздник очень нравится. Вообще в парке весело. Мы как бы так каждый день не выходим или каждые выходные, но когда на масленицу выходим. Всем здоровья, счастья. Главное, чтобы все были здоровы. А остальное весеннего настроения, здоровья. Активно принимали участие во всех праздничных мероприятиях. Ну и всего самого на лучшего. Виктория Дорогобецкая, Крилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.